Привет, сноубордисты! Смотрите третье видео с обзором наших досок, которые мы берем с собой на наши тесты в Шерегеш. Напоминаю, что тесты будут с 29 ноября по 5 декабря на секторе Е. Конкретно в каком месте, ну мы скинем место уже потом, когда туда приедем, но я думаю вы все увидите, там будет такая большая наша палаточка Squat VR Freeride. Так что приходите, потестируйте доски, которые вы, возможно, раньше никогда и не видели, и тем более не пробовали кататься. В этом обзоре у нас Телос Snowboards, это, наверное, основной представитель, так скажем, точнее нет. Телос будет представлен максимальным количеством досок, потому что, ну если честно, то японские доски просто жалко ввести в тесты. Ну потому что их придется убивать там, да, они практически все у нас там в одном экземпляре, хотя мы по тесту немножко заказали, но это буквально там по 4 доски. То есть Телос будет иметь максимальное представительство. Мы не будем брать всякие доски Телос для начинающих, там для фристайла, только такие, которые подходят под наши цели. Такой у нас тест от магазина VR Freeride, поэтому доски будут с таким явно фрирайдным уклоном. Ну, поехали. И первая доска, первая доска, которая будет в тестах, это Майкранкет, Майстори. Про нее мы уже рассказывали на нашем канале, поэтому смотрите подробности там. Интересная доска в том плане, что позиционируется как супер универсальная. Прогиб у нее, ну такой обычный прогиб, да, весовой то, что называется. При этом у нее длинный хвост и он загнутый, длинный нос еще длиннее, чем хвост, нос чуть шире, чем хвост. То есть такие признаки фрирайдной доски, но при этом она позиционируется как универсальная. То есть на ней можно поехать и в парк, потому что на жестком она держать будет за счет того, что обычный прогиб. Можно прыгать с трампиков в целине, где-то приземляться в другую стойку, потому что опять же наличествует загнутый хвост. Жесткость не очень высокая, но, в общем-то, зато на ней могут кататься, так скажем, не самые профессиональные райдеры. То есть для средних, для райдера средней подготовки такая доска тоже подойдет. Интересная доска. Не знаю, будет ли уместно здесь вот сказать про это, что буквально там некоторое время назад наша конкурирующая фирма сделала эфир про софт карвинг, и там присутствовало как раз катание людей вот на вот этих вот самых досках Burton Air, про модели. Так что интересно. Историческая какая-то связь. Следующая доска Sharkalanche будет представлена в двух ростовках 160 и 164. 164 для таких людей, наверное, 80 плюс килограмм. Ну, соответственно, там, я думаю, даже за сотню можно перевалить. Достаточно жесткая доска, но не экстремально жесткая. То есть здесь, наверное, шестерочка. Достаточно широкая. Опять же, приличный тейп здесь видно, да, нос шире, хвоста. Да, хвост чуть-чуть раздвоенный, будет проваливаться, да, в снег, если будет глубокий снег. Но, опять же, за счет своей, за счет своего прогиба, это кембер между креплениями, ну, подкреплениями и длинный рокер носа, будет отлично всплывать в целине. Ну, я надеюсь, я не пробовал. Но, на самом деле, прикол еще в том, что здесь вот изображена некая акула, которая сожрала орку, да, то есть это убийца орки. Не оркой, единый жив сноубординг. Дестэ, следующая модель. Это такая, скажем, это уже больше похоже на Твин. По-моему, это и есть такой Directional Twin. Супер универсальная доска. На ней катался в поляне еще, по-моему, год назад. Очень мне понравилось. То есть это из той серии, когда вы катались когда-то на кемберной доске, потом стали кататься на каких-то других прогибах, на всяких разных досках, типа там с Wallow Tail и какие-то там экзотических брендов, так скажем. А потом вдруг берете себе обычную кемберную доску, Твин Тип, и понимаете, блин, ну как же круто на ней было кататься. Вот у меня было такое же ощущение, что она просто здорово совершенно держит на трассе. При желании смещайте крепление подальше назад, она будет хорошо всплывать. Здесь нос шире хвоста примерно на сантиметр. Это немного, но этого уже хватает, чтобы доска вполне себе спокойно ощущалась в глубоком снегу. Ну, жесткость не очень высокая, где-то, наверное, пятерочка, если не меньше, может быть, 4 с плюсом, поэтому подойдет совершенно всем. Ну, может быть, для начинающих не совсем подойдет, но достаточно прощающие ошибки. То есть такой, можно сказать, что это Mountain Twin. Сейчас сняли с нее пленку, вон тут они глянцевые доски были с пленкой, она такая серая была, а сейчас тут видно прям какая-то татуировка на доске, видны структуры дерева. Красивая такая черная доска. Будет две ростовки, 158-я и 162-я. Это максимальные доски для этой модели, ДСТ. 168-я, соответственно, для людей где-то там от 75 до 95 килограмм. 158-я, наверное, чуть на меньший вес. Lemurian. Это доска-новинка прошлого сезона. Тоже две ростовки, 165 и 159. Эта доска уже, так скажем, более фрирайдная. Чуть-чуть она, наверное, пожестче, чем ДСТ. Наверное, пятерка, так скажем, или пять с плюсом. Прогиб. Тоже, вы видите, длинный кемберный нос. Вот это вот раздвоение хвоста, наверное, как раз начинается там, где заканчивается контактная длина конта. Может быть, чуть-чуть на ней можно где-то съехать назад, когда при необходимости, да, то есть чуть-чуть нос загнут. Но, в принципе, это направленная directional доска с хорошим смещением, с большой разницей между шириной хвоста и носа. То есть фрирайд в пухлом будет отличным на ней. 150, 165 и 159. Из-за ширины доски, в принципе, на такую доску можно встать человеку и потяжелее, чем обычной. То есть, если, например, я бы себе 159 доску взял, ну, кататься по трассам, там, какой-нибудь твин-тип, да. И здесь ширина доски 26,5 сантиметров. Это, ну, достаточно не особо широко, но и не супер узенькая доска. А 165 уже имеет 27,5 сантиметров. То есть, ну, уже приличная широкая доска, можно сказать. Хотя, как мы видели на примере японских досок, 27 сантиметров – это далеко не предел. Следующая доска очень прикольная, универсальная. Бэкслэш, 158. 158 – это максимальная длина вот в этой модели. Следующие, там, 150, там, по-моему, третья, 155. Но из-за своей ширины и из-за своей жесткости, доска реально жесткая, наверное, где-то восьмерка, можно сказать, что на ней можно кататься вполне и с приличным весом, наверное, где-то 90, может быть, даже 100 килограмм. Широкая доска, то есть, будет карвить на жестком, спокойно, не цепляя ботинками склон. Ну, это при условии, что у вас там размер не гигантский, да? Прогиб у нее кэмбер, будет отлично держать на жестком снегу. Но, опять же, из-за своей формы, дирекционал направленная доска, смещение креплений назад, длинный нос. Нос, естественно, помягче, чем сама доска. И на ней, в общем, кайфанете и вне трассы, по глубокому снегу, и по трассам, причем по трассам можно вполне прилично карвить. Хвост тоже достаточно длинный, то есть, от задней ноги до крепления тут прилично место, поэтому стойка будет достаточно центральная такая, да? То есть, не куда-то там смещена назад, как у обрезанных досок. Очень веселая доска, тоже катался на такой, прям рекомендую тем, кто любит отжечь по трассам. Ну, и вне трассы, естественно. И последняя доска, это классическая, классический Swallowtail, ласточкин хвост. Две ростовки, 169-я, 179-я. Ну, 179-я, это, опять же, для тех, кто побольше, потяжелее. По жесткости, я думаю, это девятка. По прогибам Camrock, естественно. Вот прогибчик. Катался-то на такой доске, правда, на 169-й. 179-й я бы тоже, наверное, басилил, но комфортнее, я думаю, с моим весом 100... 100, не 100, а 85 килограммов, комфортнее будет на 169-й. Она тоже жесткая, но та пожестче доска, 179-й, конечно, пожестче, но из-за габаритов, понятно, чем на больший вес рассчитана доска, тем жестче она будет, даже в одной, как бы, линейке. То есть, это еще одна доска вот к тем японским, которые на больших людей рассчитаны. В общем, это все модели. Может быть, там к нам доедут еще несколько моделей из того пула, который где-то у нас там по магазинам сейчас раскидываем, посмотрим. Но это все вот новые доски, новые, в смысле, не катанные, которые мы специально берем на эти тесты. Поэтому следите за нашими новостями, приезжайте в Шерегеш. Если вы еще не купили билеты и думали, надо, не надо, то, возможно, вот это наше видео станет для вас триггером, и вы пойдете и купите билеты в Шерегеш. Смотрите за нашими райдерами, они оттуда ежедневно вещают про погодные условия, и погодные условия, похоже, в Шерегеше налаживаются. Поэтому до встречи на склоне, 29 ноября, начало тестов. Так что увидимся, всем привет!